И к другим темам. Профильные смены в детских загородных лагерях по-прежнему популярны. Наша творческая группа побывала в военно-спортивном лагере «Патриот». Здесь открылась вторая смена. Здесь нет различий по полу, физической нагрузке и социальному положению. Задачи и цели перед ребятами стоят одинаковые. За семь дней и ночей пройти курс военной и физической подготовки. Заодно и понять, что такое настоящая дисциплина. Мы сюда стараемся привлечь в том числе и подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для того, чтобы они действительно были заняты летом. Для них здесь организованы различные мероприятия. Не только тематические военные, но и культурно-досуговые. Для того, чтобы ребята сдружились, получили какие-то новые навыки, появились новые интересы. И затем уже после окончания данных лагерных сборов они нашли себя в новых кружках и секциях. Палаточный лагерь на базе Чебоксарского аэроклуба организуют шестой год подряд. Из городского бюджета на это выделяют немалые средства. Они уходят на поддержку материально-технической базы, организацию пятиразового питания. Еще одна обязательная статья затрат – круглосуточное видеонаблюдение. Я спокойно за своего ребенка посмотрела, что и аккуратно так все. Самое главное то, что их воспитывают. Посмотрят, что такое это. Это будущие солдаты наши. Так что очень хорошая подготовка. Антон Мольеров в лагерь приезжает уже второй раз. Он выбрал профессию военного и считает, что навыки, которые он здесь получит, ему пригодятся. Объясняли, что такое радио. Предлагали прийти вообще в кружок по радиослушателям. Разговаривать на расстоянии по азбуке Морзе. Можно переключаться во всякие разные города. Вот при нас они только что переключились в город Сочи. Юрий Сеткин – летчик, человек в республике известный. Его сын тоже проходит обучение в этом лагере. Хочу, чтобы мои сыновья тоже были достойными защитниками Отечества, нашей Родины. Я надеюсь, что вся эта подготовка, которая здесь проходит, пригодится ему в службе вооруженных сил. Один взвод в лагере состоит полностью из девчонок. Пришли они сюда по собственному желанию и не пожалели. Для развития себя, собственного я, для развития физической силы. Ну и очень хочется совершить прыжок с парашютом. В будущем мы хотим связать свою жизнь с военным. С военным делом. Перечни обязательных дисциплин, строевая подготовка, навыки рукопашного боя, сборка-разборка оружия. И, конечно, знакомство с техникой безопасности при прыжке с парашютом. 121, 122, 123, кольцо, купол, тихуй с ног. Лагерь работает весь летний сезон. Так что у желающих есть еще возможность туда попасть. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.